Несмотря на жалобы жильцов дома номер 12 по улице Греческой на его аварийное состояние, работники ЖКС игнорируют обращение, тем самым превращая еще одну жилую постройку в непривлекательное и опасное сооружение города. Восхищаться архитектурой внешних фасадов жилых домов в центре Одессы можно бесконечно. И, к сожалению, даже если здание разрушается, некоторая часть людей все равно восторгается его архитектурой. Вернее, тем, что от нее осталось. И даже фотографируется на фоне этого здания. Дом номер 12 по улице Греческой не исключение. Зайдя во двор, можно видеть архитектурную идею в деталях. Вот как эти старинные деревянные двери. Но уж много работ накопилось, которые десятилетиями не выполнялись коммунальщиками, и сейчас дом подлежит капитальному ремонту. Канализация. Какие вот самые кричащие проблемы? О чем вы говорите? Я вон живу на пятом этаже. Так. Вот если бы мы писали... Короче говоря, нам покрасили вот этот... То, что дом покрасили, само собой. Внешний фасад. И вот эту вот арочку с той стороны покрасили. Я их умоляла. Писали... Не, не писали. Просто пришла и сказала, нам надо покрасить вот ту стенку. Я хочу, чтобы вы подошли с улицы, посмотрели вот на ту стенку. На пятом этаже все течет. Они вот там железо не поменяли. Как бы они везде поменяли там, по фасаду. А вот эту стенку, они мне ответили, оно не зашло в бюджет. Несколько дней назад жильцы дома написали обращение на сайт 1535 с просьбой устранить провал, который образовался на дороге во дворе. Ведь, по словам жильцов, размер провала увеличивается. Там со временем мы лет 10, наверное, пробивали канализацию, там, ну, исток был. Оно забилось. Но мы еще обратили внимание, что уже тогда были трещины. И видно, пошла уже вода вокруг этой канализации. И оно подмыло воду, это, землю. Получается, образовалось. Мы уже два раза засыпали, но оно со временем опять подмывает и образовалась уже яма. То есть уже ясно, что просто засыпанием оно не поможет, надо более какие-то конкретные делать работы. Мы сделали даже водосток еще дополнительный, потому что, когда были ливни, вся вода уходила под садик детский. То есть там образовалось это. Мы, короче, сделали водосток дополнительный и сделали покрытие. Потом приходили люди с ЖЭКа и говорили, что типа они сделали. К работам, конечно же, так никто и не приступал. Жители дома рассказали, что СДПТ им подняли в два раза. И на что уходят их деньги, они не понимают. Ведь коммунальщики абсолютно не реагируют на их сигналы, которые, в свою очередь, указывают на аварийные ситуации.